Дорогие друзья, всем привет! Добрый вечер, доброй ночи! Мы начинаем наш стандартный уже знакомый формат лофт-терапии, который называется Midnight Loft. Ой, хорошее, по-моему, начинание! Очень веселое, очень позитивное. Это единственное позитивное место в сети, где можно выпить хороший чай, поприветствовать замечательную компанию. И каждый раз у нас новые люди в нашей импровизированной студии. Как вы видите, у меня снова фон моих окон. Это такой у меня межгалактический импровизированный лофт. Сегодня у нас два участника. Оба участника не нуждаются, на самом деле, в представлении, но все же, все же, все-таки я их должна, просто обязана представить. Это Константин Емельянов, которого, конечно же, все знают. И, собственно, ваш покорный слуга Алиса Куприева, я здесь. И вот уже сейчас, непосредственно сейчас, мы начинаем. Всем привет, ребят! Привет! Меня слышно? Тебя прекрасно слышно. Ты очень громко говоришь, надо сказать. Тебя слышно как-нибудь хорошо? Ну, это хорошо. Твой чай готов? Отлично! Как твои дела? Как ты проживаешь? Да ничего, не знаю, тут уже немножко день сутка, но такой. Я стараюсь плодотворно проводить все дни, заниматься, читать. Сейчас вот решил немножко учебой тоже заняться, мне кажется, самое время, потому что сейчас нет уважительных причин, чтобы откосить от лекции пар. Поэтому вот сейчас, наверное, многие знают, что у нас на дистанционное обучение все переводится. И поэтому вот, мне кажется, видимо, пора, пора наконец поучиться еще чему-то. Ну, ты знаешь, никогда не рано, никогда не поздно, так сказать, заново начать вновь. Ну, скажи, пожалуйста, как у вас устроено сейчас обучение? То есть я знаю, что в аспирантуре не так много, поскольку я помню, предметов, да? И что сегодня у тебя было в таргетах? Ну, сейчас обучение переводят в эти онлайн-платформы, типа Microsoft Teams, что-то по Skype. Да, пар действительно не очень много, но есть какие-то задания, просто теперь их нужно в каком-то электронном формате выполнять. С некоторыми педагогами нужно связываться через WhatsApp или Skype. Некоторым нужно просто на почту что-то отправлять. Что-то нужно делать в этой платформе, но я пока еще не разобрался, я только в ней зарегистрировался, я еще не знаю, как это работает. Понятно. Ну, главное, чтобы преподы разобрать. Я вот не переживаю за наше звено профессоров, которые могут ничего не подвинять, потому что когда я читала инструкцию, то, честно говоря, это смех, да? Ну, на самом деле, да, я знаю, что я там вижу в чатах, что некоторые профессора еще сами не вполне понимают, что им надо делать, и, мне кажется, им, наверное, даже некоторым труднее разобраться, чем нам. Но посмотрим. Ну, мне кажется, какой-то, видимо, магист этой игры скрытой, которая бы всех, кто входит в этот срок, ну, человек, который точно знает, как это делается. Можно бы провести экспорт, такое внедрение, погружение. Ну да, но это не ко мне, потому что я только в начале этого онлайн-пути, я еще не стал гуру. Понятно. Но ты уже не в таком уже начале, потому что у тебя же, я так понимаю, случались эти онлайн-путили. А ты там не собирался заняться, пойти по этой скользкой дорожке онлайн? По этой скользкой дорожке? Нет, я пока только в качестве онлайн-гостя. То есть ты любишь ходить в гости? Да, я хожу в гости. То есть, получается, подходит фраза, кто ходит в гости по ночам, тот поступает по кому-то? Ну, наверное, да. Ты знаешь, только вчера говорила о том, что аудитория реально это ООС, просто НАТО. Есть люди, которые в качестве гостей, а есть люди, которые, ну, как в ходе. Знаешь, ты очень рада этим гостям, получается, вот как-то так. Наверное, так же, как в жизни. Не подумайте, что я не гостеприимный. Наверное, вот, да. Наверное, так же, как в жизни. Ну, все ясно. Это ночные шутки, ночные шутки. Я шучу. Костя, мы это взяли тихонько на карандаш, ладно, окей. Слушай, ну, наша жизнь, конечно, очень сильно изменилась с некоторых пор. Я даже и не припомню, когда мы с тобой увиделись в онлайне. И в реале. В онлайне? И в реале. Ну, да. Давненько, да? Действительно, давненько, да. Давненько. Слушай, ну, это накладывается. С тех пор, как все, накладывается. Да, просто вся эта установка накладывает отпечаток, как бы тот уклад жизни, который вот сейчас произошел с нами, со всеми. Вот знаешь, какой у меня вот вопрос? Потом я расскажу, что со мной происходит. Какой вот guilty pleasure, да, или у тебя, может быть, не знаю, какой-то обычный появился в связи с таким вот расслабленным, скажем так, распорядком ночи. То есть мы все знаем, что занимаешься, но не волнуйся, мы все понимаем. Там книги умные, там доктор Фауст, все, все. Дальше. Как бы, что еще происходит? То есть, может быть, ты наконец-то как-то смог расслабиться, что себе позволит, что давно хотел. Давно хотел. Ну, не знаю насчет давно хотел, но я вот очень радуюсь, что у меня дома нет весов, если вы к этому клоните. Потому что, ну, обычно как-то, в обычном графике редко удается что-то готовить, и как-то все так набегу, там, не знаю, всегда. А тут я тут почувствовал вдруг, что вот есть время, там, вот мне захотелось, там, что-то сделать вкусное, там, не знаю, испечь сладкое, там, или что-то. И я думаю, ну, сделаю, куда я, я же никуда не опаздываю. Почему бы в полночь не испечь маченый, там, да, и все в этом духе. Вопрос, вопрос технический. Сейчас мы вернемся к Махинам, я все помню. Друзья, меня плохо слышно, да? Вот, Костя, ты заметил? Иногда чуть-чуть, иногда чуть-чуть пропадаешь. А знаешь, почему? Я тебе объясню. Здесь есть такой принцип, короче, работы рации. Когда один говорит, а другой его перебивает, его не слышно, который перебивает. Нет, нет. Нужно дождаться, когда рейтинг закончил, да? То есть тут вот как-то надо так, выдерживать это вот. О! Так вот, возвращаемся к Маффинам. Маффины – это очень интересно, ты знаешь? Ну, конечно, ты, видимо, балуешься только вот этими сладкими вещами. Тогда действительно хорошо, что у тебя нет весов. Слава тебе, Господи! Что ты печешь? Ну, это сейчас просто будет вопрос под дых. Нет, ну что я, ну, когда что, не знаю, вот пока что. Ну, я, кстати, стараюсь, всё-таки весов нет, но я стараюсь как-то думать о том, что потом придётся выходить на улицу снова. Поэтому я ищу какие-то альтернативы, пытаюсь сделать как-то это более полезным. Ну, там, например, вот, морковный кекс делал с цельнозерновой мукой, там, поэтому… То есть такой, как бы… Может быть, он пока… Ну, полузож, я бы такой сказал, потому что всё равно сладкое, но… Ну, ладно, пока дома сидишь, мне кажется, это потом будем все бегать в панике, когда снова надо выходить на улицу, встречаться с людьми. Вот, а пока что… Понятно. Ну, я надеюсь, что я не сильно, как бы, приобрела очертания шара за это время. То есть я хотя бы узнаваю, но ты не самое главное скажи. Меня реально узнать, Костя? Нет, 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 нет. Пока что все in shape, мне кажется. Значит, мои ночные тренировки, приседания, штрафные, когда я иду потихоньку к холодильнику и без себя по рукам, всё-таки работают. Ура, это лайфхак. Да, главное обязательно как-то компенсировать это всё. Нет, ты знаешь, вот если ты ударился вот в это вот кулинарные, вот эти вот шедевры а-ля кондитер, повар-кондитер, то у меня как бы другая сторона медали. Значит, я ударилась в ЗОЖ, то есть я как бы стала таким сыроедем на время, то есть это тоже нереальный салат, я тут уже неоднократно с кукой делилась своими суперлицерами, тыкву какую-то откопала, то есть вообще кукала там, всё идёт в ход. Мини-шпинат, этот бэйби-шпинат, или как он там называется. Ну, короче, всё, что попадается в пудрки зелёного, оранжевого, зелёного, жёлтого и красного, всё, всё так. Но меня это наталкивает на мысли. Вот смотри-ка, сейчас такие сложные выгляда идут, да? А музыканты, они сами думают, что они же двигаются в вашу талангу во всём, во всех сферах. Они же двигаются с тобой точно. Короче, смотри, есть позитивные примеры, когда музыканты объединяли вот эту самую готовку, они как бы её делали бизнесом, да? И продолжали как раз отворить по цели, да? Я тебе не нуждаюсь в представлении, это, наверное, на Юрия Абрамович, конечно, вспоминается, да? Как-то, знаете, пошли на кофемании. Ну, кто ещё? Давай, ты кого-нибудь назови. Нет, ну, я понимаю, но они же всё-таки там сами не готовят. Это несколько раз. Это как бы другой левел, понимаешь? Нет, ну, это всё прекрасно, но всё-таки тоже этому надо учиться. Всё-таки есть какие-то профессионалы, наверное, там. Не знаю, я не буду конкурировать с десертами из Пушкина в любом случае, поэтому... А, кстати, ты слышал, что это такая отличная опция, когда ты, допустим, заказываешь еду из ресторана, да? Это как бы ладно, ну, все могут тебе звонить, тебе контакт на это оставляют, всё понятно. А есть ещё лакшери-опция, когда ты можешь шефа вызвать, короче, к себе, и он приезжает к тебе с этими сумками, пакунками, идёт к тебе на кухню и готовит всю вот эту вот ресторанную еду. Представляешь, что ты что? Нет, ну, я знаю о таком, но, мне кажется, сейчас, не знаю, разве что в скафандре он придёт к тебе домой. В скафандре, да, он придёт в скафандре по-любому. Ну, я понимаю, да, тут, конечно, есть свои минусы в этом, но то, что, в принципе, такая опция вдруг появилась, да, это же несказанная вообще такая история. Нет, мне кажется, это и раньше было. Мне кажется, это просто вопрос цены всегда, мне кажется, вот это, как он называется, когда приглашают на какие-то мероприятия шеф-поваров, мне кажется, это всегда существовало. Просто мы обычно этим, мы не пользуемся этой функцией по некоторым непонятным мне причинам загадочным. Но ничего. Но, может быть, в будущем, обозримом, мы сможем себе позволить подобные привилегии. Ну, поживём, увидим. Не будем, конечно, загадывать, кто его знает. Да. Ну, ты знаешь, у меня тоже, у меня появилась пара-тройка новых скиллсов таких, как бы, то есть то, что я веду онлайн, это, ну, как бы, лофт, он свернулся в виртуальную жизнь. Как бы сейчас с тобой, на самом деле, происходит лофт-формат, не что иное, да, это естественно. То есть, как бы, от исполнения модерации осталась просто модерация. Хотя, в принципе, если будет настроение, ты можешь, конечно, собирать онлайн-концерт, мы как-нибудь так приживём. Я думаю, потому что сегодня пятница, ну, а пятница — это как бы лофт-формат. Я боюсь, что соседи мои не очень обрадуются таким полуношным нововведением. А мне всё-таки надо ещё как-то, по крайней мере, до 30 апреля дожить. А, кстати, как соседи реагируют? Тебе удается заниматься без наушников или только под наушниками? Ну, совсем немного, на самом деле. Я так днём играю без наушников, а в основном я играю в наушниках. В принципе, не знаю, ну, мне достаточно комфортно, потому что у меня наушники полуоткрытого типа, в которых ты слышишь как бы и то, что снаружи происходит, то есть нет ощущения, что ты сидишь в наушниках. Поэтому... И всё-таки пианино с живой механикой, акустическая, поэтому... Ну, и плюс я поставил сейчас цель, что раз появилось такое время, нужно просто выучить как можно больше нового репертуара. И поэтому, не знаю, в принципе, система отлажена. Ну, как бы... Ну, и соседи тоже... Что-что? Жалоб не поступает, да? Нет, жалоб не поступает, но я как бы и соседей тоже сейчас жарю, потому что я понимаю, что сейчас все сидят дома целыми днями. То есть это не так, что днём кто-то ушёл на работу, и я понимаю, что, наверное, да, это такое тяжёлое испытание может быть для соседей. Ну, давай, расскажи, чем ты их сейчас в данный момент балуешь? Давай, как ты там их просвещаешь? Чем именно? Что ты там играешь? Нет, нет, ну зачем? Это... Это такая информация, которая... Инсайдерская, да? Не знаю. Инсайдерская, да. Ну, она не то, что инсайдерская, но это я учу, потому что я не знаю, когда что из этого точно я буду играть, и поэтому... Чтобы в случае чего можно было так блеснуть, что вот когда я это успел выучить, я не знаю. Понятно. Я шучу, конечно. Я, конечно, шучу, нет, но сейчас, на самом деле, у меня... Я пока что полностью погряз в Бетховене, вот, и очень этому радуюсь, вот. Пока что у меня Бетховен на повестке дня. Понятно. Нет, просто я думала, что ты следуешь какому-то своему, ну, вот, распорядку, который просто там, допустим, перенёсся, но ты уже понимаешь, что у тебя как бы в ближайшей перспективе. Но раз у тебя не так всё как бы строго сейчас, я позволю себе поинтересоваться интересной такой, ну, в этой сфере, да, какой-то щилок, какой-то припоследствии с таким стрессом, там он как бы негативный. Короче, ну, состояние такое подвижное, да, в психике. На что тебя наталкивает? Вот, не знаю, какую-то вот музыку, которую ты, может быть, слышишь, которая у тебя ассоциируется с этим периодом времени, или, может быть, которую ты вдруг резко захотел в связи вот с этим вот всем вот сыграть. Что-то есть? С временем, которое сейчас именно происходит? Ну, неожиданный отпуск. Нет, нет, как-то нет такого. Да? У меня как-то музыка существует отдельно от происходящих событий, вне зависимости от времени года, погоды и других фактов. Понятно, понятно. Ну, хорошо, интересно, интересно. Ну, а если бы все-таки вот можно было сейчас как-то вот выкрасить, представим, это в параллельной галактике, то кто бы ты это делал? Ну, понятно, ты бы занимался, ты все ясно подготовил, там тоже уже усвоили, что еще? Учился бы. Если бы я сейчас не сидел дома? Ну, если бы ты мог выходить, да, допустим, если бы можно было свободно выходить. У меня просто миллион было планов. Знаешь, я хотела добить этот свой вышлист по поводу всяких парков. То есть я очень люблю гулять. Вот, я не успела съездить той весной в Архангельск, я очень хотела. Мне все рекламировали эту усадьбу. В общем, у меня была такая неизбыточная пустая мечта. Я хотела пойти в театры, хотела сходить там, ну, на какие-то филансы. Ну, в общем, у меня было громадье планов. И, конечно же, все это срезанно повторилось, ну, как обычно. А у тебя какие были планы? Ну, помимо работы. Нет, ну, какие планы? В принципе, планы были расписаны все. Какие-то поездки, репетиции, гастроли, но... Поэтому трудно так сказать, какие планы именно, кроме этих, конкретно поменялись. Ну, пункт про посещение пар, наверное, не был в планах. Надеюсь, никто. Никто из сотрудников «Дважды ордена Ленина» сейчас не смотрит этот эфир. Вот, но... Ну, не знаю, я, в принципе, считаю, что невозможно рассуждать, если бы докобы, чтобы было лучше. Но... Вот извини, Костя, пишут тебе вопрос. Некто, я даже не знаю, кто это, Иван Сканавик какой-то пишет. Вот, короче, вопрос к Константину. Есть ли у него домашние животные или растения? И или? Спасибо. Культурно. Какой интересный вопрос, да. Ну, у Константина есть кактус. Вот, и это, собственно, единственное домашнее животное, которое у меня есть. Вот. Вот, был еще прекрасный цветок в горшке, который мне подарили, но за ним я, к сожалению, не уследил. Не смог из-за поездок уделить ему должного внимания и поливания. Ну, а кактус, кактус жив, кактус жив. Не цветет пока, но посмотрим, посмотрим. А у кактуса есть имя? Нет, 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 нет. У кактуса нет имя. Я еще не так долго сижу дома, чтобы у кактуса было имя и фамилия. Поэтому, ну, лучше этот вопрос задать, мне кажется, вот в начале мая. Может быть, у кактуса уже будет и имя, и паспорт, и все что угодно. Слушай, ну вот в одном из таких источников, небезызвестных, мне посчастливилось прочитать, что, не знаю, было наверняка в руках, говорят, что театральный. Что еще раз? Ну, ты любишь эту вот всю театральную тему, то есть ты ходишь в театр. Я очень люблю театр, не музыкальный. Это основной момент, не музыкальный, да. Но, к сожалению, в последнее время очень редко удавалось возможность что-то посетить. Хотя я вот с радостью, если бы сейчас не было вот ничего, но можно было ходить в театр, я бы вот походил сейчас. А что тебе запомнилось больше всего? На чем ты вообще был, на каких постановках? Где? Ну, я очень люблю, наверное, мой, один из самых любимых театров в Москве это «Ленком». Вот, по-моему, вот все постановки, на которых я был в «Ленкоме», мне очень нравились. В «Амхате» чеховском я, к сожалению, не так много спектаклей посетил. Но, помню, меня очень когда-то зацепило, изображая жертву. Есть еще фильм такой, если кто-то смотрел, может быть, или кто-то спектакль смотрел. Там, по-моему, сначала, когда появился спектакль, потом фильм снял, Серебренников. Потом из последнего, что мне еще? В «Гоголь-центре» очень интересные постановки, но это такой современный театр, конечно, уже совсем не «Ленком». Скажем так. Знаешь, «Гоголь-центр» это, кстати, одна из моих самых любимых и наболевших тем за последнее время. То есть, если ты туда ходил, тебе, в принципе, более-менее что-то нравилось из этого статуара. Как ты готовишь к эмиссивному театру? Ты ходил бы в постановке? Нет, ни разу не был. Ни разу не был. Как это такое? Ну, не знаю, может быть, один раз я сходил бы ради интереса просто посмотреть, как это сделано. Я видел, что делали какие-то эмиссивные оперы даже, там, «Пиковую даму» и что-то там еще, но вот на такое я бы точно не пошел. Вот, не музыкальное, может быть, сходи, просто посмотреть, как это работает. Ну, мне кажется, что это очень здорово, потому что там же речь идет о том, что задействовано все пространство, и как бы участники производят какое-то действие во время того, как люди заходят, они как обезличенные пассажиры, могут двигать реквизиты, какие-то там сценические какие-то вещи, да, и таким образом менять ход как бы событий вообще во время этой постановки. И, соответственно, задача актеров очень непростая, потому что они находятся постоянно, ну, в каком-то таком состоянии импровизации, то есть это должны быть на самом деле очень хорошие профессионалы, мне кажется, это очень цепляет. Ну, и плюс по всему, есть два разных эмирских иностранных, когда ты можешь не трогать с актерами, а артисты, в свою очередь, вот, бывает так, что они имеют право там, то есть ты сел на стол, они, кстати, в стул, допустим, бедуньем, да, ну, то есть в бармах, да, вот так, да, либо они там могут в такой цепле я не пойду. А, да, боишься? Здесь под меня будет стул выбивать, нет, нет, зачем, я же за это заплатил, но... Это же как аттракцион, они могут там подойти, там, обнять, например, да, но что-то с тобой сделать такое безобидное, в принципе. Ну, мне это напоминает квесты, я не знаю, может быть, наверное, это что-то в духе квестов, каких-то вот сейчас, как делают эти перформансы. Это сродни квесту, сродни перформансы, это, наверное, что-то промежуточное, ну, а что в квесте, хватит. Ну, меня просто в этой всей истории напрягает то, что я не уверен, что актеры, которые будут участвовать в этом иммерсивном театре, будут это... Мне кажется, когда люди заняты какими-то параллельными проблемами и действиями, сама их актерская игра не будет настолько качественной, скажем так, меня вот этот момент смущает, потому что все-таки, если я иду в театр, хочется видеть хорошую актерскую игру, мне кажется, в подобном формате это именно больше такой интертеймент. Так, у нас вот технические мне подсказывают приколы, а пока вы должны ответить на вопрос, я тут? Да. Ну, так. Еще раз вопрос, вопрос не слышно. А, сейчас слышно? Мне придется такое... Да, да. А какой любимый сериал... Это вопрос просто от наших, так сказать, друзей. Сериал, фильм и вот все в этом духе. Что тебе нравится? И какой ты последний смотрел? Что-то такое здесь, красиво. Я близко к тексту максимально стараюсь. Последний я смотрел, но вот сейчас смотрю западный мир по мере поступления, скажем так. Вот. Что еще? Ну, наверное, я не увидел просто, кто задал вопрос. Наверное, это какие-то наши общие знакомые, мне кажется, да? Нет, это были не они. Нет, нет. Ну, не знаю, что еще смотрим. Вот недавно совсем дошел до ручки и посмотрел впервые русский сериал. Вот. Какое-то то, что случается. Какого-то... 2014-2015 года метод. Там в главной роли Константин Хабенский. Вот. Но я не фанат вообще русского такого продакшена, но там начал смотреть и потом стало интересно, чем закончится. Там много вопросов, на самом деле, к этому контенту, но так посмотреть один раз можно. Так не знаю, что еще. Как избежать наказания за убийство? Сейчас тоже выходит, смотрю по мере поступления. Так, раз в неделю дозировано. Ну, ты прямо от дока в этом, понимаешь, ты прямо профи. Это какой-то такой вопрос, знаешь, вот для тебя прям то, что надо. Вот я, к слову, совершенно неподготовленный пассажир. Вот я тебе говорила, по-моему, что я смотрела в своей жизни один только современный сериал, и это был «Мир дикого запада». И вот сейчас благополучным образом выходит третий сезон, а как бы возу ныне там. Я даже еще не открыла вкладку этого сериала, потому что я себя знаю. Я человек азартный. Если я открою, я буду смотреть там вот уже все до потери сознания. Поэтому я не... Ну, там, слава богу, выходит по одной в неделю, поэтому можно не переживать. Я специально смотрю, вот оно вышло, и я посмотрел, потому что иначе потом бессонная ночь будет. Ну, обычно, понимаешь, я просто сижу до абсурда, как бы жду уже, когда выйдет весь сезон. Да, я смотрю весь сезон за там пару дней, и все, и нормально. Ну, вот я помню, весь сезон я так посмотрел за ночь «Очень странные дела». Вот, если кто-то не смотрел, очень советую. Очень классный сериал, реально, и по всем параметрам, и музыка, и оформление, и съемки, и актерская игра. Вот, я помню как раз... Кто-то мне посоветовал, уже не помню кто, и я так помню. В августе, кажется, до утра, пока не досмотрел сезон. Слушай, Кость, а вот много сейчас говорят это саморазвитие, да, вот о том, что нужно как-то шлифовать свою личность, вообще как-то, ну, использовать это время с толком и с расстановкой, и с чувством желательно только. Скажи, вот, онлайн-трансляции, которые там из крупных, да, мировые площадки сейчас все это открыли, ну, ты что-то смотрел, или как бы... Я ничего не смотрел. То ли дело я, к слову, от меня один раз подключили случайно, это были какие-то первые, там, вообще первые-первыхые дни нашей самоизоляции, и именно в этот день Андрей Абачей у себя в хоум, короче, хоум-концерт давал такой, и я отключаю прямо этот онлайн, песню, и я такой думаю, блин, какой-то знак, потому что мне было совсем не страшно, но пел он классно, и вообще была атмосфера, было очень много людей, которые смотрели прямо онлайн, оно часто прерывалось, но как-то вот брус-чувствие, знаешь, всеобщего единения. И я, может, конечно, сейчас скажу какую-то глупость, но потому что мы все консультированы друг от друга, да, вот в первый взгляд такое, ну, какое-то ужасное состояние разобщенное, но все равно мне кажется, что очень много позитива, очень много тепла, и общение сейчас вот именно исходит от каждого из нас. Хочется сделать, не знаю, больше для аудитории? Ну, наверное, да, но я сам должен, да, я сам должен был участвовать, собственно, в такой же онлайн-трансляции 7 апреля, но, к сожалению, в большом зале от 30 апреля отменились все мероприятия, в том числе и в таком формате, поэтому, вот, но, может быть, что-то будет еще в апреле, пока не буду говорить точно, но, может быть, еще будет что-то. Посмотрим. Ну, а тема домашних концертов как бы она тебя не приезжает, то есть ты не думал, да, никогда дать именно домашний онлайн-концерт? Не знаю, мне очень, понимаешь, если бы я жил в каком-нибудь загородном доме с огромным залом и роялем и там с хорошей звукозаписывающей аппаратурой, может быть, но так у меня пианино и вот снимать на телефон как-то, не знаю, меня, честно говоря, немножко смущает это качество записи, поэтому, ну, не знаю, может быть, через неделю мое мнение поменяется, но пока что вот как-то меняет. Ну, знаешь, все же все понимают, как бы в этом-то и есть какой-то прикол, в широком смысле слова, то есть все понимают, что люди находятся дома и то, что вот есть, собственно, то есть, то самое главное, по-моему, побуждение и желание поддержать. Ну, не знаю, это вот мое такое мнение. Я понимаю, о чем ты говоришь, с профессиональной душки зрения, да, безусловно, ты прав, но, не знаю, как-то вот распахнуть душу, открыть сердце, по-моему, сейчас такое вот время как раз очень подходящее. Аудитория бы точно это оценила? Ну, это мое мнение. Ну, наверное, да. Ну, не знаю, мне кажется, это время, на мой личный взгляд, дано именно для каких-то нам как бы дана такая пауза во всем этом сумасшедшем графике и ритме, в котором мы пребывали все последнее время и пребываем. В принципе, мне кажется, именно дана такая пауза, чтобы сделать то, до чего давно не доходили руки и заняться какими-то вещами, которыми давно хотелось. Ну, тут, конечно, каждый сам выбирается. Ну, тебе хоть раз за все это время было скучно? Скучно? Нет. Вот и мне тоже. Удивительно. Как так получается? Да, да. Слушай. Нет, у меня просто удивительное чувство, что как будто бы дело даже не стало меньше, а чуть-чуть больше. Да. Время очень быстро проходит. Да, есть такое ощущение? Конечно, конечно. Когда ты все время чем-то занят, когда ты все время в каком-то процессе и что-то ищешь, и над чем-то работаешь, время пролетает. Кажется, что его все равно не хватает даже, когда вроде бы ничего нет. Да. Слушай, а как ты относишься к теме, которая сейчас постоянно маячит на Фейсбуке? Ты, наверное, видел люди, короче, активизировали свои Ютубы, но они поняли, что как-то надо продвигать именно себя как онлайн-контент. Вот, что ты думаешь по этому поводу? Хорошая ли это идея? Веришь ли ты в такие вещи взаимопомощи, взаимовыручки музыкантов? Что-то вот сработает? Нет, ну почему нет? Единственное, что я, честно говоря, очень сомневаюсь, что, зная, как работает рекламная платформа на Ютубе, я очень сомневаюсь, конечно, что там, грубо говоря, эти тысячи подписчиков или что-то помогут реально зарабатывать, но именно как привлечение аудитории и какой-то вот почему нет? Ну, то есть ты сам этим не занимаешься или занимаешься? Ну, пока не занимался, но вот сейчас ты мне напомнила, вот, может быть, завтра пойду тоже там кину ссылочку. Ну, да, но я думаю, что, в принципе, эта идея неплохая, потому что как база, да, точнее, продолжение, потому что ты же не с нуля, ты начинаешь просто этим заниматься. Сейчас, вот, как ты говоришь, есть свободное время, мне кажется, что грех не обновить немножко по этой части. Я смотрела Дениса играть в аккаунтуре. А, ну, это было еще дома. Те концерты, которые были до какого-то марта или до начала апреля, они еще шли, а вот, получается, с прошлой недели, кажется, все, по-моему, с прошлой недели отменили. Там сейчас только архивные записи спускаются. Да. Кто успел, кто успел. Такой вопрос, конечно, мы не знаем, насколько нас закрыли, но вот то, что сразу рождается, то есть, что ты сделаешь вот первым делом, как только вот нас выпустят, скажут, карантин окончен. Ну, допустим, еще какое-то время, да, не будет массовых мероприятий, то есть, ну, обычный просто распорядок дня, обычная жизнь, обычный стандартный такой день, но какие у тебя сразу ассоциации? Что будет первое? Первое? Ну, я думаю, вы знаете, куда я побегу первым, в первую очередь. я побегу я побегу к роялю, вот, потому что у меня пиамино, все прекрасно, но, мне кажется, месяц сидеть, действительно, не играя на концертном инструменте, мне кажется, уже ломка начнется, вот, и я первым делом побегу в артистический центр Ямаха, вот, запрыгивать к роялю. Да, но этот вопрос, на самом деле, я могла сама на него ответить, я просто на воспитание задала этот вопрос тебе, потому что, в принципе, я-то знала правильный ответ, понятно. Ну, а вот книги, да, ты затронул, и что сейчас, самое главное, что конкретно сегодня у тебя в планах продолжить чтение? Читать? Да, да, что ты сейчас будешь читать? Ну, сейчас я читаю книгу Щегол, Донны Тарт, вот, мне ее многие рекомендовали очень. Пока что, честно говоря, я не могу сказать какое-то оценочное мнение, я прочитал, может быть, только треть пока, и спорные у меня пока такие мнения касательно этой книги, но мне интересно все-таки, я хочу дочитать, и потом уже, чтобы картина сложилась. Вот, не могу сказать, что это какой-то прям, конечно, это не литературный шедевр какого-то уровня русских классиков, не знаю, Тома Томана того же, но местами интересно, посмотрим. Посмотрим, я решил, сейчас время есть, можно почитать. Понятно, это, конечно, правильное решение, я тоже стараюсь читать, но у меня немножко другого склада литература, у меня вот книжка лежит, которую я все никак не дочитаю по латеральному маркетингу, ну, потому что она не очень толстая, но нужно ее читать, знаешь, как бы вот пропуская через себя, какие-то определенные вещи, вот, вспоминая какие-то форматы, и пытаться вот даже сейчас абсолютно отрезан от реальности, да, но я могу представить, как бы я это сделала, ну, как бы так проанализировать, что такая аналитическая работа, вообще есть еще ряд, конечно, художественных театур, которые я тоже планирую устроить, потому что у меня почему-то, я предчувствую, что очень много мы можем успеть случайно прочитать, как-то вот, у меня есть подозрение, что чуть ли не всю библиотеку еще и заказать на Азоне, прям, ну, да, уже пора, уже пора заказывать на Азоне, да, слушай, ну, а вообще вот, у тебя был очень интенсивный сезон, все следили, конечно же, за обновлениями, очень радовались всем твоим афишам, вот, какие форматы вообще всю твою жизнь, давай так вот прям копнем, как можно глубже, тебе запомнились, вот, с точки зрения, да, вот, артистической, то есть, например, самое комфортное ощущение на сцене, да, ну, и плюс, что-то, например, очень нестандартное, ну, то есть, что тебе сразу приходит в голову, давай, не стесняйся. Вопрос с подвохом? Нет, ну, если говорить о нестандартном, то, конечно, мы вспомним лофт сразу же, вот, потому что это, у меня были еще форматы выступлений, где нужно было тоже обращаться к публике, но это были такие краткие, может быть, когда ты просто очень кратко обговариваешь программу, но такой именно формат, когда ты обращаешься, скажем так, достаточно обстоятельно, и с каким-то посылом к публике, это было в локте, конечно, вот, а самый, не знаю, я не могу вот так, если говорить о самом комфортном, какой-то формат, или что-то, один, наверное, не назову какой-то концерт, или место, мне кажется, много очень хороших воспоминаний, Ну, один я и не просила, я говорю, не стесняйся, давай, разгуляйся как следует. Ну, не знаю, но вот за прошедший сезон иногда бывает, что вот какой-то концерт, от которого ты совсем, ну, так чаще всего бывает, какой-то концерт, от которого ты не ожидаешь, на самом деле, каких-то положительных эмоций, отдачи, перед которыми ты очень сильно, возможно, волнуешься, или как-то тебе вот не хочется почему-то играть, потому что, ну, вот что-то не складывается, но в итоге оказывается каким-то очень положительным опытом и позитивным, и очень, скажем, энергетически полезным для тебя. Я надеюсь, что это не тот город, который начинается на букву Т. Нет, это не тот город, но мы не будем говорить. Конечно, мы не будем. Видите, как я деликатно, абсолютно намекнула, что, да, есть значительные города. Есть значительные городов, вот я не буду о таком, будем говорить о позитивных моментах, не будем говорить о каких-то забавных случаях. Нет, например, ну, я всегда сейчас, кстати, очень злободневно, очень люблю ездить в Италию, вот, и всегда как-то в каком-то приподнятом состоянии себя там ощущаю, мне как-то очень близка к культуре этой страны, и люди, их менталитет, и вот в прошедшем сезоне у меня как раз была поездка, когда я ездил на, играл на, выступал на открытии конкурса имени Виотти, Верчелли, вот, и встретил там много друзей, там все очень по-семейному, очень, город маленький, и как бы все там какие-то люди знают друг друга, и с моего участия в этом конкурсе я не помню от меня, как-то так очень по-семейному, все очень комфортно, и там очень интересный зал, мне он очень нравится, там такой старый оперный театр, небольшой, и с очень интересной акустикой, очень красивый, и какой-то такой очень семейный формат, но вот как в Лофте, наверное, тоже очень так все как-то по-доброму, очень, ну не могу, не то чтобы по-семейному, но как-то по-домашнему, нет, не по-домашнему, вот именно не по-домашнему, как-то стираются вот эти вот границы, когда вот сцена, люди, то есть как-то вот какой-то такой симбиоз происходит некоторый. Понятно. Слушай, тут вот вопрос очень интересный, меня прям зацепил. К тебе. Люди интересуются, вот у тебя твои ближайшие друзья, они все музыканты или вот все-таки есть среди них технари, там вот прям вот как написано тебе озвучиваю? Технари? Технари, но имеется в виду не музыканты, конечно. Ну, я понял, да. Нет, но самые близкие друзья у меня музыканты. Это честно. Самые близкие друзья музыканты. У меня есть друзья не музыканты, но самые близкие, наверное, музыканты. Ну, просто, наверное, это легко объяснить, потому что исторически люди, с которыми я учился еще и в колледже, и в консерватории, и весь вот этот вот процесс взросления, становления, через которые мы проходили там первые удачи и неудачи, слезы и радости. и, наверное, это поэтому легко объясняется. Понятненько. Слушай, а вот забыла за счет учебы у тебя спросить сразу. Вернемся к начальному такому вопросу. Когда выпускной экзамен? Вообще выпускают вас в этом году или пока неизвестно? Честно говоря, я не знаю. Ну, естественно, будут какие-то сейчас там подвижки, переносы. Я знаю, что вроде бы вступительные экзамены перенесли на конец августа или что-то такое. Кто-то... Ты хочешь верить, что ты второй раз не хочешь поступать в консерваторию? Или ты собрался? Да. Я хочу, чтобы ты выпустился. На первый курс. Я закончу ассистентуру, да, и пойду на первый курс. Ну, я надеюсь, это дирижерам. У них там гонорары. Нормально, подумай. Нет, нет, пока что... Не знаю, пока что не собираюсь. Может быть, в будущем. Но вообще, не знаю, на самом деле очень интересный вопрос, потому что я так понимаю, что сейчас ввели вот это дистанционное образование, и какие-то предметы, которые не практически, скажем так, не касаются игренной инструменты, возможно, будут даже задаваться в каком-то именно таком дистанционном формате, как я понимаю. Но, естественно, живые экзамены по специальности должны проходить всё равно в живом формате. И я слышал разные версии, что, может быть, будут делать какие-то сокращённые комиссии, буквально из трёх человек, рассаживать их в интервалах два метра друг от друга, как-то так, маленькими группами, либо это всё будет сдвигаться летом на какие-то более поздние месяцы. Но сейчас трудно предугадать, как это всё пойдёт. Но надеюсь, что... Очень надеюсь, что самое главное, чтобы к сентябрю уже всё было хорошо точно. Чтобы уже у всех новый учебный год, новый концертный сезон, и все радуются, и всё прекрасно. Ну да, но ты говоришь про сентябрь, чтобы в октябре это всё не повторилось, понимаешь? Шутка, конечно, сатиста, но... Не надо. Знаешь, я не выдержу столько самообразования, потому что я человек как бы целеустремлённый, у меня есть жёсткая дисциплина, потому что у меня даже появился лайфхак за это время. Вот как встать в постели, да, там, ну, понятно, кофе туда-сюда, вот это вот утренняя атмосфера, но потом надо как бы, да, себя сразу собрать. Ну, это первые дни, когда все отдыхали, всё понятно. Вот есть абсолютно чёткая инструкция. Делай всё то, что ты делаешь, как будто бы вот тебе вот выходить через пять минут, вот просто вот реально, тебе вот нужно бежать. И ты вот как-то приходишь сразу в такое состояние тонуса, и тебе не хочется идти к холодильнику, тебе не хочется там, не знаю, развалиться, сниться с Диланом, короче, сниться с собой. Как у тебя построено? Так вот, что ты вот... Нет, у меня на самом деле есть такой очень простой лайфхак. Не знаю, может быть, многие так делают. Я когда просыпаюсь, ну, вот если я уже проснулся, сейчас я преимущественно стараюсь без будильника просыпаться, но по-разному бывает. Ну, в принципе, стараюсь без будильника, но очень часто по привычке я всё равно достаточно рано просыпаюсь. И я вот, если я просыпаюсь и чувствую, что вроде я проснулся, но вот не могу заставить себя встать с кровати, я иду сразу на кухню и выпиваю стакан воды. Выпиваю стакан воды, вот, витамин С, и всё. И вот я не помню, я где-то прочитал об этом в какой-то статье о том, что если с утра вот натощак ты выпиваешь стакан воды, то буквально через полчаса у тебя начинает начинает работать там что-то метаболизм, активизируется, и ты сразу начинаешь... Да, организм, но я делаю... И на самом деле это действительно работает, это помогает лучше, чем если сразу, допустим, вот я выпью кофе, вот когда я выпью с утра, выпил стакан воды и через полчаса всё, я живой. Понятно. Нет, ну, кстати, с водой, да, это на самом деле работает, потому что... Нет, это работает. Как бы заварить сначала надо, то есть в любом случае проходит какое-то время, это, кстати, да, вспоминается сразу тот, прям, и ставлю сразу кофе, да, крашу плачу, йогурт, короче, да, завязываю шнурки и плачу, но это про нашу жизнь. Но сейчас-то все эти пункты можно уже вычеркнуть, просто как бы жить себе спокойно, да и всё. Но вообще-то, знаешь, странное вот ощущение, потому что, если вначале как-то был сильный контраст, да, очень выбило, так как-то, да, что с тобой разговаривать, подождём недельку, с тобой сейчас неинтересно болтать, мне нужно через неделю повторить этот онлайн, потому что, ну, как-то. Будем смотреть на динамику твоего состояния, вот, потому что, понимаешь, я же заявила формат, сейчас, нужно сделать снимок и потом смотреть, увеличивается или нет у всех персонажей. Причём в сантиметрах будем замерять, от этой щеки до этой, да, причём если уже не влазит в экран, я буду говорить, Костя, отодвинься, отодвинься подальше, ты просто не залазишь в кадр. Вот. Нет, ну, как бы маффины, вообще, на самом деле, это, конечно, большая тема, но это большой соблазн, вот мне ни в коем случае нельзя, я так рада, я искренне рада, что печи не умеют, понимаешь, вот, казалось бы, недостаток, да, вот, 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 в этой ситуации горжусь собой. И хоть ты мне и сказал, что это очень огромное? на самом деле, это такой лайфхак, потому что я специально на карантине, вот, в это время, скажем так, да, не покупал... В это время только что были, 10 штук после мира, Да, я не сказал до конца. Вот, в это чудесное время дома я не покупаю, когда выхожу в магазин и не покупаю ничего сладкого специально, потому что я знаю, что если у меня будет там что-то стоять, я не удержусь, я это съем, и поэтому я поставил себе, что если тебе хочется сладкого, ты должен это сделать. А, естественно, что каждый день мне будет лень это делать, и поэтому, вот, когда меня уже там на третий день прижмет, я вот сделаю маффины. Поэтому, в принципе, это работает, может быть, даже лучше, чем если бы я ничего не делал, но покупал в магазине коробку Рафаэла или что-то такое. Ого, ты сам себе покупаешь Рафаэла? Ого, я столько нового тебе сегодня узнаю. Нет, сейчас не покупаю, но было время, когда я так... Нет, я покупаю на случай, вдруг ко мне придут гости, пусть она стоит. конечно, все понятно. Потом, естественно, когда приходят гости, приходится покупать уже новую пачку. Вот, потому что, ну, если ружье висит на стене, оно должно выстрелить. Знаешь, у меня нечто похожее происходит, только у меня совсем как бы остальным рационом еды, то есть у меня есть такое тоже, у меня выучка. То есть я очень, когда прихожу, поздно, да, я устаю, и вот, ну, как бы хочется там, не знаю, что-нибудь съесть, но вот такое, конечно, вредно, то, что не нужно готовить, да, и вот для того, чтобы это не делать, и такое же работает сейчас, со мной в это вот расслабленное время, мы это называем, значит, не хочешь готовить, не хочешь есть, то есть как бы разговор очень короткий, поэтому... Ну вот, да, как-то, ну... У меня точно так же, поэтому я не заказываю там никакой готовой еды, не покупаю сейчас, потому что вот приготовил, съел, а потом вот как бы есть хочется, но нужно готовить, ну ладно, подожду, да, до завтра, до завтра, да, ну, кстати, эти все методы, они реально работают, потому что нужно себя как-то организовывать, иначе действительно мы просто выкатимся, мы не выйдем из дома, мы как бы вот... Ну, знаешь, я очень переживаю, потому что, ну, в лобсе столько людей меня знают, потому что если я как бы вот, надо, знаешь, как контур вырезать, как Аликова, да, сделали в Ямахе из картона, вот мне нужен такой шаблон себя, чтобы как-то гонировать, знаете, что это было. Кстати, тема, ну, артисты Ямаха, они не вырезают из картона. Ну, знаешь, у меня есть еще такое более интересное предложение, можно лечь на пол и вести себя мелом. Это плохое предложение, это плохое предложение. И потом так, когда хочется есть, ты так примиряешься, ложишься, как бы вот еще. Да. И знаешь, такой просто контур, который вот, если что-то выходит за предел, просто так вот вырубает все это дело, то есть он такой еще, ты должен реально поместиться, чтобы что-нибудь было там максимально опасное. Что-нибудь такое, ну, тоже у меня, да, жесткий метод, я понимаю. Что-то наша аудитория, видишь, молчит, они, им нравится, как ты с тобой общаешься. Ну, да, на самом деле, там еще не разгулялись даже, это как бы так, это пласть, хорошо. Я зря, я знаю, что-то. Ой, а как вообще, вот что ты видишь вокруг? У тебя в районе, ну, как бы много людей, которые, например, ну, вообще гуляют, потому что погода налаживается так время от времени, вот как ты оценишь ситуацию вообще за бортом? Ну, на самом деле, я не могу сказать, что у нас на районе прям, на самом деле, людей мало достаточно. На улицах? Ну, да, да, так вы чаще заходите. Костя, мы должны повторить, видишь, уже как бы практически, пишите бис, мы повторим, может быть. Да, на самом деле, не знаю, мне тоже какие-то знакомые, кто живут в разных районах, говорят, что вот у них там толпы людей, там ходят, гуляют, там на площадках, там в парках. Не знаю, у нас достаточно немного людей, их действительно меньше, чем в обычное время. Ощущение, что все время как будто бы воскресное утро какое-то, и людей немного, машин немного, поэтому, не знаю, никакой паники, конечно, естественно, не ощущается, но просто вот действительно ощущение, как будто все время так вот воскресенье, там, не знаю, 9 утра, мало людей на улице. Хорошо, я позволю себе задать очень компрометирующий вопрос. Ты готов? Прям совсем. Насколько далеко ты, вот честно скажи, дефилируешь с мусорным пакетом в руках от своего подъезда? Насколько долго ты выбрасываешь мусор? Давай, сознай. На самом деле мусорка у меня прям сразу за калиткой, поэтому мусор я выбрасываю быстро, но вот сегодня, например, нарушил 100-метровый указ, скажем, барьер. Там написали бис, придется повторять, вот черт, ладно, сидим второй час, супер. Сегодня я решил, я обычно эти дни ходил в супермаркет, который у меня прямо около дома находится, то есть, ну, тут я не знаю сколько, 20 метров от дома, максимум 30. Сегодня я решил пройтись подальше, в другой магазин, вот, как бы на этой же улице, я посмотрел, я нарушил там 350 метров. По пути зашел там еще в магазин, вот, туда пошел по одной стороне улицы, обратно по другой, так неспешным шагом подышал. Разведчик из тебя хороший получится, потому что, говорят, нужно вот реально так вот действовать, одним тропой идешь, другой возвращаешь, чтобы не отследили, если что. Ну да. Нет, ну, в принципе, там, а из магазина ты уже как бы идешь с пакетами, ну, ты домой идешь, ты вот, я вот здесь живу, там, что, что такого. Понятно. Может быть, у меня плохой глазомер, я там не понимаю, где 100 метров, где 200, где 300. На метро ехать не надо, значит, близко. Да, слушай, метро как будто бы из другой жизни, я вообще не помню, когда последний раз садилась в метро, ужас какой-то. Но, кстати, чувствуешь себя гораздо лучше. Нет вот этого вот какого-то, да, вот этого шума в голове постоянно, какого-то вот мечта в этой вот подземке, да, в этой смеси. Оно упразднено из нашей жизни, жизнь удивительна и прекрасна. Кость, слушай, вот у меня был такой лайфхак, когда я только начинала снимать эфиры, когда я еще вообще не приглашала никаких гостей, то есть у меня было такое соло. А теперь как бы, что делаете, дуо. Значит, у меня есть две маленькие, ну, я знаю просто, что ты любишь играть в онлайне, поэтому я подготовила. У меня есть маленькая Оскара Вальдер, есть японская лирика Басё. Значит, твоя задача сейчас, ну, ты же уже играл, как бы, да, Ванна, я тоже хочу с тобой пойти. Короче, смотри, значит, кого ты, во-первых, выбираешь? Давай так, вот это. Еще раз, у тебя первый Оскар Вальдер? Да, а второй Басёк. Ой, нет, точно не Оскар Вальдер, а пусть будет Басёк. Ах ты отделался легким иском. Остановимся, будь, это, сегодня без перчинки, скажем. Для следующего эфира прибережем, да? А теперь назови мне страницу, сейчас только подойди, тут очень-очень сложно у меня. С четвертой по... Просто там дальше идет, конечно, что-то другое. По пятой, да? Нет. По 230. По 230. По 230. 177. Так, все записали этот номер? Можно выиграть лотерею под ним. Так. Господи. Мать, похоронив, вдруг все стоит у дома, смотрит на цветы. Господи, что это такое? Это неудачная была страница. Кто-то должен был, конечно, облажаться в прямом эфире, просто я не думала, что это будет второй, ну ладно. Может, еще? Может, все-таки Оскар Вальдер? Нет, видишь, это все-таки вот он сыграл с тобой роковую штуку. Нет, пусть будет Басёк, Басёк. Так. 121. 121. 121. Ой. Что, опять? Отдохни корабль, персики на берегу, висеть в приюме. Отдохни корабль. Персики. Ну, персики на берегу, да. Ну ладно, вообще, короче, так, для галочки, как бы, это дань отдали твоему первому онлайну. Так, можно я быстрый чай подаю себе? Так, конечно. Ты собираешься отключиться, но отключайся. Нет, я не буду отключаться, я просто дойду до заварника. Ну, кстати, друзья, там кто у вас по комментариям? Так, тут люди пишут, сколько у них метров до ближайшего магазина. Вы можете сдать, я просто не читаю, поэтому это не важно, сдаете вы их или нет. Вот. Я не такая хорошая ведущая, как кто-то. Вот. Я просто люблю общаться с этими друзьями в онлайн-ем. У меня такое увлечение. Ну, короче, в комментариях мы сошли с тобой два абсолютно неинтересных человека, а мне, извините, общаемся дальше. А у меня тут еще, знаешь, что появилось? Это вообще у меня новый тоже лайфхак, новый скилл. Я теперь пишу критические статьи. Какие? Статьи. Критические? Ну, нет. Нет. А, не послушалось критические. Нет, просто статьи. Ну, как бы, они журналистские такие, типа, знаешь, как long read, story telling. То есть на разные темы, совершенно разные. Вот, знаешь, вот ты мне подкинул хорошую идею. Может, ты писать одну критическую статью? Мне кажется, что хороших критиков сейчас не хватает. Хотя я знаю парочку. Замечательно. Ну, я тоже знаю парочку. Да. Нет, на самом деле, вот, да, писать это интересно, но это очень такая скользкая дорожка, потому что как только, мне кажется, чем больше начинаешь писать, не важно, стихи, статьи, критики, там, прозу, там, что угодно, эссе какие-то, в какой-то момент это начинает затягивать, и это может тебе очень много времени сесть от твоей основной деятельности. Это такая очень скользкая дорожка. Ну, ты так говоришь, как будто бы ты знаешь, ты что, пишешь стихи? А ну, давай, рассказывай. Нет, нет, не пишу стихи, не пишу стихи. А ты писал? Нет, ну, только в детстве когда-то, в детстве. Нет, ну, в детстве это неинтересно, что и действительно как-то не тянуло ни разу написать что-то, пару там строчек красивых. Вот, пишет, особенно интересно писать задания по ритонике. Ну, вообще, да, вообще... Не знаю, как тебе подсказывать, я помогаю, друзья, это хорошие. Да, друзья помогают. Очень интересно, да, писать задания по ритонике. А вот когда, мне интересно, люди пишут, сохраните эфир, пожалуйста. А что вы потом с этим эфиром делаете? Мы-то сохраним, сохраним, я шучу. Сохраним с большим удовольствием, он провисит 23 часа. Вот, вы сможете насладиться еще 24 часа, это смотреть. 24 раза сможете посмотреть. А потом, к сожалению, все-таки исчезнет. Кость, ну скажи честно, вот от такого формата общения, оно все-таки для нас очень нестандартно, потому что мы видимся обычно при других обстоятельствах, и все совсем по-другому происходит. Хотя много, конечно, и похоже. Как тебе вообще эта тема? Тебе нравится? Нет, ну, почему? Очень весело, мне кажется. И сейчас в отсутствии возможности живого общения, как бы все-таки такой видеоформат, он более живой, чем, там, телефонный, поэтому, мне кажется, такой эффект присутствия. Затягиваешь, значит, что-то было. Вот я тоже, у меня включили методы дедукции, я понимаю, что что-то действительно было. Слушай, ну... Ну, не стихи, не стихи. Была музыка? Нет, 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 в смысле не стихи, в смысле в прозаическом жанре. Ну, не в жанре, скажем так. Ну, бывали какие-то там потуги, там, чего-то, какой-то прозы, там... Мемуары? Каких-то эсэр. Нет, нет, на разные темы, но... Ну, лучше этому не поддаваться, потому что результат не гарантирован, но время может сожрать очень прилично, на самом деле. Понятно. Это, видишь, уже люди писали комментарии, я там увидела сверху, что совсем тебя открывают с новой стороны, потому что, говорят, ты такой серьезный на сцене, такой вот вообще неразговорчивый, видишь, как это... Все совсем... Было бы, на самом деле, если бы я был разговорчивым на сцене, это было бы немножко... На моей сцене ты был разговорчивым. Нет, ну, я имею в виду именно в процессе исполнения. Есть, конечно, такие персонажи, но, не знаю, меня пугает иногда. Понятно. Знаешь, на самом деле сейчас такое интересное время, когда вот я для себя тоже открыла интересную свою опцию. Мне всегда казалось, что, ну, последние годы, последние лет 10, не знаю, сколько лет, короче, много лет последних, и я думала, что я их... Ну, то есть я очень острое нуждаюсь в этом общении, да, то есть как бы, что я просто вот... Позади меня на такой странный период, когда мы не можем сочетаться, и все, вот просто... И наблюдаю мою деградацию. Но нет. Оказалось, что вот у меня как-то переключаются эти два режима. Как, знаешь, работа у музыканта левого полушария и правого полушария, потому что рацио и как бы, творческая. Вот ты в себе какие-то открыл новые черты и грани характера? Да на самом деле нет. И знаешь, вот я всегда... Вот у меня уже... Мне задавали вопросы вот в это время сейчас по поводу того, что там, да, интроверт, экстраверт, и как вот в это время вообще что с собой делать. Но мне очень нравится. Я однажды слушал лекцию Татьяны Черниговской, вот, и она там сказала о том, что если тебе скучно с самим собой, то ты совсем дурак. И мне кажется, это действительно так, потому что, ну, если ты не знаешь, чем себя занять, потому что, ну, возможностей сейчас просто миллион, то мне... Мне кажется, только что один человек вышел сразу из эфира и несколько тихий сразу отписалось от тебя и от меня после этой фразы. Ты же обещал, что ты будешь фильтровать, о господи. Нет, я фильтрую, нет, ну, правда, ну, это цитата, это очень... А это не важно, ты уже отписались, все уже помню. Нет, ну, я не знаю, неужели кто-то будет спорить, что нечем действительно себя занять? Ну, мне кажется... Это была шутка, но вообще поздно пить боржом, и когда пучки отказали, поэтому, в общем, мы тебе это прощаем. Вот эти пять человек, которые только что от меня отписались, ничего, будешь долго. Ну, им просто нечем себя занять, они дураки, это все, я же сказал. Ну, они, понимаешь, они просто разочаровались в жизни, может быть, люди сейчас стоят вообще там, не знаю, на перилах своего балкона, не на его балкона. Ну, я не думаю. Мы не так долго сидим пока дома, чтобы стоять на перилах балкона. Знаешь, судя по комментариям, у нас просто какой-то камень и стандарт, я боюсь пересматривать этот в эфир. Но у нас осталось 27, 26 секунд. Мы можем попрощаться в аудитории. 26 секунд? Да, 20 уже. 19. Нужно сказать что-то. Так, ну, берегите себя, сидите дома. Да. И скоро встретимся, скоро встретимся с вами уже в лайв-формате, уже, мне кажется. 4, 3, 2, пока! Пока!